Как научиться жить в мире и согласии с безнадзорными животными? Итоги работы с бродячими собаками за прошлый год подвели на совещании в Думе городского округа Самара. С 2020 года в городе работает программа, которая помогает регулировать численность бродячих собак. Их вылавливают, стерилизуют, прививают. И если они не проявляют агрессии, отпускают. Но бывают ситуации, когда животные остаются в приюте, и тогда им пытаются найти семью. Регулирование численности на территории городского округа Самара происходит в части исполнения закона, исполнения контрактов, направленных на отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск таких животных. Но, тем не менее, есть такие случаи, когда есть немотивированная агрессия у животных, выявляется. Такие животные сразу отлавливаются и пожизненно помещаются на содержание в приюты. В первый год работы программы было выловлено и обработано 2375 собак, а в 22-м почти в два раза больше. Результат работы с бродячими животными уже заметен. Численность безнадзорных собак в Самаре постепенно сокращается. Городские власти находятся в тесном взаимодействии с жителями и реагируют на тревожные сигналы, если они поступают. Отрабатывают адреса, которые требуют повышенного внимания. Если оказавшиеся в приюте животные не агрессивны, его пристраивают в семью. Для этого в городе дважды в год проходят выставки. Сегодня эффективные способы. Увидели какие выставки, которые проводятся весенне-осенние, где клубы, организации, которые содержат, занимаются животными, приведя их в надлежащее состояние. То есть они все здоровенькие, как говорится, упитанные, причесанные. Мы это чистые, предлагают новому хозяину. И это работает. Инна Тарасенко с животными работает 7 лет. Она ветеринарный врач и руководитель ветеринарного центра для четвероногих. Говорит, ни одно животное не проявляет агрессию без причины. Важно научить детей правильному обращению с собаками. Для этого нужны образовательные программы. И, безусловно, конечно, образовательная программа в отношении детей. Как младшего, дошкольного возраста, так и школьного возраста. И при общении их к волонтерской деятельности. Потому что горожан все равно, в первую очередь, беспокоят это покусы детей. И важно объяснить, как себя правильно вести с животными. Что делать, если вдруг возникла какая-то напряженная ситуация. Животные, их психология, она вполне объяснима. Просто нужно в ней разобраться. Одна из возможностей познакомиться с животными поближе, узнать их повадки и, может быть, взять одну из них домой – многокилометровые прогулки, которые устраивают сотрудники приютов совместно с волонтерами и всеми желающими. И такие встречи детей и животных должны быть как можно чаще. Сам Рогиз тоже помогает бродячим четвероногим обрести крышу над головой. На телеканале запущен совместный проект с «Флагман Вет» «Зоопатруль». И уже несколько лет выходит программа о животных «Хочу домой». В ней размещаются карточки животных из приютов. Зрителям рассказывают о конкретных собаках и кошках, особенностях их характера. Там можно присмотреть себе будущего друга. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События.